Маха Прабу хотел понять, Кришна хотел понять высоту любви Матери Радарани, величия. Когда он пошел в настроение Радарани, те божественные эмоции, которые он ищет, он хотел в будущем испытать их. И потом для этого Маха Прабу пришел сюда во Вриндаван. Какие они лилы во Вриндаване? Вриндаван, Расакель, Вриндаван это необычные лилы. Вриндавана, одно значение, одно из имен имя Радарани Вринда и это ее лес. Что такое Вриндаван, да? Кришнарский Радич Госвами говорит, у разных людей ум это разное, но мой ум это Вриндаван. То есть, когда здесь во Вриндаване, в уме к Радарани, Кришна совершает свои игры. И поэтому Маха Прабу очень сильно хотел прийти во Вриндаван, но очень много попыток было. И вот это блаженство, оно... Когда мы приходили, вылетало. Вот в этом месте, сначала он там сидел, смотрел на Ямуна. Повторял, Харе Кришна, 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 Ре Ре Раму, Раму Раму. Это Харе Кришна, Махамад. Это Харе Кришна, Махамад. Что же там Харе Кришна? Где, говорит, корень Кришна, Махамантры? Изначально Махамантра зашла из уст Радарани, когда она в разлуке произносила имена Кришна. В ней Рада Кришна вместе и в разлуке. И вот сейчас Маха Прабу в Успава Мирадарани повторял эту мантру. Там Вимлиталы. Когда мы приходим во Вриндаван-дам, когда мы совершаем... И когда бренданы тут идут, они смотрят на места Вриндавана. И все это является удивительным для них, чтобы вспоминать о Лилах Рады Кришна. О, здесь Рады Кришна, какие-то Лилы Сиришали. Вот здесь Кришна такого-то демона убил. Все эти места, они сразу являются местами памятований для Вайшнау. Но Маха Прабу здесь не получилось войти в настроение Радарани. Потому что здесь во Вриндаване, в нем раскрывалось настроение Кришны. И поэтому... И Маха Прабу... Когда он получал Даршины... Например, когда Сарабам Батачара смотрел на него, он его там Кришна воспринимал. Он там, представившись рукой в форме. Все преданные воспринимали его в каком форме. В форме Кришны. Восьми руки показывал. Я Кришна. То есть, таким образом все Ваши люди... Они все видели в нем Кришны. И ему не получалось найти настроение Радарани. Потом Маха Прабу приходил сюда. Вот здесь вот под этим деревом показывает Махарадж. Он там сидел. И тоже повторял. Кришна, Кришна, Кришна... Он там сидел. Он там сидел. Он там сидел. Они сидел. Он там сидел. Кришне. Однажды Гопина делали много яст, приготовили все это и понесли к Найагю. Как же пройти через Ямуну? Ямуна сказала, что Ямуна всегда следует правде. Он ему говорит, что Кришна Брамачаре. И они сказали, что Кришна – это Вечная Брамачаре. Емуна расступилась, они прошли. Дурваса сидел, все их явства. Говорит, а как мы обратно будем возвращаться? Я вам скажу, вы скажите, что я ничего у вас не ел. И Гопи так вот про себя подумали, ну вот, что ученик, что гуру одного поля ягода. Как это так-то? Мы знаем, какой Кришна Брамачаре, как Дурваса ничего не ел. Правда, перед нас все съел. И тогда пришли к Дурвасе, чтобы он объяснил ему, вернулся. Он говорит, что Кришна, он не в наслаждении это делает. И не с посторонними, это его собственная шахта. А Дурваса – это он тоже не на наслаждение ест. Он не ради вкуса ест. Он это делает, потому что, ну, съесть нужно. Он служит таким образом Махапрасаду. Каким образом это происходит? Что такое Прасада Сева? Мы не наслаждаемся едой. Мы Сева все решаем. Мы почитаем Прасаду. Поэтому, как назад служит Брама, служит Бабхазаду. А вот это место, Пакаргхат, там Гопия, что и совершает Гопия. Они тоже хотели пересечь Емунну. Они спросили, ой, а лодочник здесь есть? Я говорю, есть. А сам на середину их привез. Сказал, лодка у меня дырявая, старая. А у вас тут много вещей. Давайте все, выбрасывайте, а то утонем. А теперь, говорит, все равно мы в Катлодную идем. Снимайте свои украшения. Они все тяжелые. Говорят, раньше, когда девушки выходят замуж, на них там до 10 килограммов украшений. Кришна говорит, лодка наша дырявая, идет ко дну, сбрасывайте свои украшения. А сам раскачивает лодку, довольный. И Радараня испугалась и обняла Кришну. Схватилась за Него. Вот это и есть Нилан Рады и Кришны. Потом мы сейчас пойдем дальше и сделаем на повороте. Там будет дорога на Матхуру. Это древняя дорога на Матхуру. Там Сапани приходило в свое время. Он очень взволновался. Сколько он дебонов не отправил в Вриндаван, никто из них не возвратился. Что там вообще происходит? Сам пойду, посмотрю. Решу проблему, в общем. Но Вриндаван, Тадиби Вриндаван. Ее сюда нельзя войти без разрешения. Ее Гамайя. Пришел Камса. Она его схватила за волосы, кинула в Кунду. Вышел он оттуда старушенцей, столетний. Во! Вот тут вот навоз лежит. Это ты что? Это что такое? Смотрит на себя Камса. Я говорю, старушенцей, столетняя. Вот это вот Йога Майя может все делать. Ты еще придешь сюда? Не-не-не-не-не, никогда не приду, поклянись. Садись и приседай, чтобы поклянуться. У них так в школе принято. Нужно, чтобы поклянуться, надо за уши держаться и приседать. Майя так же Камси тебе сказала, чтобы не приходилось. И она его обернула так же в воду и отправила в освоясь. Потом мы пройдем через Бадриван. Вот там такая беседочка, она под землей практически. Там под Бадриван, там Дьясады совершал свой баджан. Он там писал Шримад Бхагава, там 10-ю песню. В Бадрианадхе мы знаем, что он Бхагава там писал. Но Шиллогурдов говорит, только Бриндаван это раса Бумия. Ты не можешь писать раса Катху в Бадрианадхе. Ты можешь писать только во Вриндаване. Поэтому в Йосадево для 10-й песни он пришел во Вриндаван. Вот это Джаганая Тамандиры. И здесь Бхагдия Праматпури Гасай Махарай. Ученик Бхагдисидан Сарасати Таакура. Здесь Божества установил. Служат здесь Байшнавы. Очень-очень священные места здесь. В Раджабуме. Это вместо Чинтама, не исполняющего желания. Сегодня Акшай Тритти. Что такое Акшай Тритти? Тритти. Тритти обозначает, что бы ты ни делал, все даст вечные плоды. То есть Исатя-юга начиналась с этого дня. Сегодня все-все творение начинается с этого дня. Шилла Бхакты Прагян Киши Гасай Махар в этот день. Вот она Харикатха здесь, в этом месте. В этом он ради проповеди мировой открыл Гаудио-Виданто-Самития. В обед, говорит, приходите на просад. Там тоже Катха, говорит, будет. В этот день тоже Анахут Махутсу был. К счастью, говорит, вечером будет очень много даршинов, много угощений. Упанишады, говорится, этот день, когда Богован для нас все дал. Откуда мы пьем? Все Господь нам дал. Воду нам дал. Все ингредиенты нам дал. Вечером мы Чапанбук предложим Божествам. А потом? В десять часов, говорит, Харикатха. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...